Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 56-й псалом. Считается, что этот псалом был составлен Давидом, когда он пребывал в пещере. Здесь подразумевается Одоламская пещера, где спасался Давид по возвращении от филистимлян на родную землю от продолжавшихся преследований со стороны Саула. В надписании этого псалма в синодальном переводе «Начальнику хора, не погуби, писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру». Надписание этого псалма по септуагенте в конец, то есть здесь есть какие-то пророчества, «Не погуби, Давида, стол по писанию, когда он убегал от Саула в пещеру». Ну и по-славянски всегда дается так же, как и по септуагенте. Еврейский текст очень коротко передает надписание управителю, то есть управителю хора, «Не губи», то есть этот псалом защищает человека в крайней опасности, «от Давида золотой», то есть золотой псалом. Ну, сейчас бы сказали «избранный» псалом. «При бегстве его от Шауля, то есть от Саула в пещере». И далее идет сам псалом. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповала душа моя, и на тень крыльев твоих буду надеяться, пока не пройдет беззаконие». Здесь мы видим, что Давид надеется быть укрытым под крыльями Божьими, в этом его упование, в этом его надежда. И чтобы Господь скрывал его в тени своих крыл, пока не пройдет беззаконие, то есть беззаконное преследование Давида, Феодорит Кирский, Григорий Низкий, Зигабен предлагают такое решение, то есть пока не погибнут беззаконно преследующие его, Давида, видимые и невидимые враги. То есть и люди, и демоны, бесы. Ну, понятно, почему Саул гнал Давида, потому что он ревновал к Давиду, а вот бесы и демоны боялись Давида и гнали его, потому что он был пророк Божий, а главный от него должен по плоти был произойти сам Христос, который называется сыном Давидовым. С этого и начинается Евангелие от Матфея, где написано в самом начале «Ордословие Иисуса Христа, сына Давидова». «Воззову к Богу Вышнему, Богу, благодетельствующему мне». То есть, находясь в этой пещере, как бы в некой пропасти, он взывает к Богу. Нечто подобное он говорит «Из глубины в возвах к тебе, Господи, услышь мя». Вот эти слова, они перекликаются, а здесь «воззову к Богу Вышнему, то есть Господь Вышний, то есть превознесенный над всем миром, но Господь не есть тот, кто, сотворив мир, отстранился от его управления». То есть Господь спускается к нам своей заботой и покидает нас своими промыслами. «Ибо Он не спасла с неба помощь и спас меня». То есть, хотя Господь Вышний, то есть превознесенный, Он с неба не спосылает помощь, прежде всего имеются в виду ангелы Божьи, которые защищают праведных. «Ибо Он не спасла с небес помощь и спас меня, предал поношению унижающих меня, послал Бог милость свою и истину свою». То есть Господь Сам вершит Свои суды над нечестивыми и предает их поношению. Конечно, возникает вопрос, а что это за поношение имеется в виду? То есть уже для современников становится очевидным, что Саул ведет себя неправильно. И люди, которые поддерживают Саула в его борьбе с Давидом, тоже поступают неправильно. То есть Господь дает людям разуметь, что власть, хотя и законная, но она ведет себя нечестиво. Как в книге «Колесиаст» сказано, иногда бывает, что человек управляет человеком во вред ему. «И избавил душу мою из среды скимнов, скимнов, то есть молодых львов, молодых львов, по-славянски это звучит, и избави душу мою от среды скимнов, послах, поспах смущен, сыновей человечести, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остр. То есть противники Давида называются скимнами, то есть молодыми львами, а потом говорится, где я лежал в смущении, то есть находясь в этой пещере, сыны человеческие, зубы их, то есть как клыки молодых львов, оружие и стрелы, то есть в их случае это оружие и стрелы, мечи, копии и стрелы, и язык их острый меч, потому что они вели с Давидом еще и информационную войну, то есть они поливали грязью Давида и настраивали против него население, хотя Господь уже открывал людям, что все эти действия – это неправедные действия, то есть Господь стремился всячески помогать своему избраннику. «Вознесись на небеса Божий, и по всей земле да будет слава Твоя!» Здесь вот как раз мы видим пророчество, которое с одной стороны указывает, что Бог превознесен над всеми этими мелочными человеческими дрязгами, с другой стороны это свидетельство о вознесении Христа, когда Он вознес саму нашу человеческую природу, «Восвятая святых, Царствие небесное, и воссел одесной Бога Отца», как не только истинный Бог, но и как истинный человек. Как сказано в Новом Завете, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Это как раз относится к надписанию этого псалма в конец, то есть в этом псалме пророчество о вознесении Сына Божия. Но в случае с Давидом эти слова означают «привознесись над врагами моими, пусть они осознают свое ничтожество». «Они приготовили сеть ногам моим и стеснили душу мою, выкопали пред лицем моим яму и упали в нее». То есть то, что люди злоумышляют против других людей, оно рано или поздно обрушится на них самих. «Готовое сердце мое, Божие, готовое сердце мое». А к чему оно готово? Оно готово к тому, чтобы прославлять Бога. Даже в этих стесненных обстоятельствах, когда он прячется в пещере, если враг ворвется в эту пещеру, то нету пути к отступлению. Но Давид готов и за эти обстоятельства благодарить Создателя. «Готовое сердце мое, Божие, готовое сердце мое, воспою и пою во славе моей». А какая же слава Давида в таком уничижении, в таком преследовании. Его слава в Господе, как сказано, «хвалящийся дохвалится Господом». «Восстань, слава моя». Вот здесь он как раз эту мысль развивает. «Восстань, слава моя». «Восстаньте, псалтырь и гусли». То есть, чтобы зазвучали эти инструменты, потому что эта песня уже рвется из груди Давида, но надо еще ударить по этим звонким струнам «псалтыри и гусли». «Восстану рано», говорит Давид. И в Библии говорится, в книге «Песнь, плач Еремея», что самое благоприятное время для молитвы – это утренняя молитва, предрассветная. То есть, когда Бог, как сказано в книге «Плач Еремея», обновляет все свои благословения. Давид понимает это. «Восстану рано, буду прославлять Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебе среди племен». Давид видит, что его псалтырь получит самое широкое распространение. И сейчас мы, находясь в Москве, средствами портала «Экзегет», прославляем Бога словами псалмопевца Давида. А Давид это видел. «Буду прославлять Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди племен». То есть Давид продолжает как бы петь, произносить слова псалмов, но уже устами многих народов в формате Христовой Церкви, в которой нет ни Елена, ни Иудеи. Но все во всем Христос. «Ибо возвеличилась до небес милость Твоя и до облаков истина Твоя». Что значит «возвеличилась до небес милость Твоя»? То есть она превозносится над всей землею божественной милостью. Она объемлет как бы нашу планету до облаков. Облака — это символ особого Божьего благословения. Нам это трудно понять живущим в России. А там, на Ближнем Востоке, облака — это дождь, долгожданная с неба. И все, что связано с облаками, это Божьи благословения, когда на иссохшую землю из облаков не спосылаются дожди долгожданные. То есть Давид как бы говорит, что «милость Твоя превыше небес, а забота Твоя о нас, она не замедлит, и Ты пошлешь нам все необходимое. Вознесись на небеса Божьи». Опять вот тема вознесения. «И по всей земле да будет слава Твоя». И вот последние четыре стиха мы прочитаем, как они звучат по церковно-славянски. «Восстань, слава моя! Восстань, псалтырию и гусли! Восстану рано! Исповемся Тебе в люди, Господи! Воспою Тебе в языцах, то есть в народах! Яко возвеличися до небес, милость Твоя, и дождь до облаков, истина Твоя! Вознесись на небеса Божьи и по всей земле слава Твоя!» Действительно, прославление Бога в текстах Псалтыри распространилось по всей земле, и то, что мы изучаем эти тексты, свидетельствует об их актуальности и в наше время, в начале XXI века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok